Всем большой привет! Меня зовут Ира. И сегодня я наконец-то села снимать новое видео на свой канал, потому что моя коробка с пустыми баночками уже просто доверху переполнена. У меня уже несколько корзин с пустышками, как с уходовыми, так и с декоративными средствами. Я не могу просто так взять и выбросить все это барахло. Мне обязательно нужно с вами поделиться своим окончательным мнением. Поэтому я надеюсь, что вам это будет интересно. Будет две части. Сегодня я расскажу про уходовую косметику, в следующей части про декоративную. Обязательно поддержите это видео пальчиком вверх, чтобы я знала, что я не зря снимаю эту рубрику и продолжаю копить пустые баночки. И давайте приступать. Желаю вам приятного просмотра. Давайте начнем с ухода для волос. У меня здесь две баночки от Гарни Фруктис. У меня здесь шампунь из серии Кокосовый Баланс, который для волос жирных у корней сухих на кончиках. Небольшой объем 250 мл. И у меня здесь бальзам из другой серии СОС Восстановление для поврежденных волос с маслом Амлы и кератином. Шампунь здесь идет с кокосовой водой без силикона. Брала специально из разных серий и разный объем, потому что у меня шампунь гораздо медленнее расходуется. Его нужно небольшое количество для того, чтобы он хорошо вспенился, даже если я два раза намыливаю голову. А бальзам, соответственно, я наношу от середины. И волосы у меня сейчас достаточно длинные, поэтому бальзама требуется гораздо больше. Я наношу, не жалея. Поэтому беру маленький объем шампуня, большой объем бальзама. И они у меня абсолютно одновременно закончились. Мне понравились оба средства. Я их брала на тот период, когда у меня были очень сухие волосы после свежего окрашивания хной. Хна достаточно сильно подсушивает мои волосы. Они начинают сильнее путаться, гораздо хуже расчесываться. И мне хочется их сильнее напитать. Поэтому я целенаправленно хотела купить что-то такое суперсиликоновое. И, в общем-то, в магазине Мила наткнулась на акцию, где по хорошим скидкам шла серия Горни Фруктис. У меня эта серия была когда-то очень-очень давно. Мне кажется, еще в школьные мои годы у меня сложились приятные впечатления. Мне очень нравится аромат этой серии. Фруктовый, сладкий, освежающий. И на тот момент, когда у меня волосы были как раз-таки в таком суперсухом состоянии, мне прям очень подошла эта парочка. Шампунь и хорошо очищал, но при этом не до скрипа. То есть очень комфортно себя ощущала кожа, головы и волосы. И бальзам очень классно напитывал кончики, всю длину, в общем-то. Хорошо расчесывались волосы, меньше путались, ощущались очень мягкими. Поэтому с удовольствием буду возвращаться к этой серии, если буду видеть на скидках и если буду в поиске каких-то суперпитательных средств. Сейчас у меня волосы в таком более своем привычном, нормальном состоянии. Они не суперсухие, поэтому сейчас мне бы эти средства утяжелили волосы. Как только у меня волосы стали уже менее сухими, да, я заметила, что бальзам так точно стал слишком утяжелять мои волосы. И я перестала им потом пользоваться на время, пользовалась только шампунем. И мне шампуня было достаточно. Потому что, несмотря на то, что он идет для волос жирных у корней и сухих на кончиках, в нем все равно есть вот эти уходовые добавки. И если волосы нормальные или жирные, то одного шампуня будет достаточно. Бальзам будет утяжелять. Следующее, что у меня закончилось, это очередная банка мицеллярной воды от Evelyn. Мой фаворит уже многие годы, если вижу на скидках, если я в поиске мицеллярной воды, то тот вариант, который никогда меня не подводит, это как раз таки мицеллярные воды от Evelyn. Здесь у меня объем 400 миллилитров. Есть у них там разные версии. Вообще, моя самая любимая это с розой. Но вообще они плюс-минус одинаковые. Особой разницы вы не заметите. В этот раз я закончила розовую такую упаковку. Есть еще голубая. Хорошо смывает любой макияж. Но в основном я использую не для снятия макияжа на лице, а для того, чтобы смывать сводчи с рук. Любую стойкую водостойкую косметику смывает. В несколько этапов не раздражает. Никаких претензий у меня к этой мицеллярке нет. Постоянно на каких-то выгодных скидках. Надолго хватает такого большого объема. Поэтому буду с удовольствием продолжать возвращаться и советовать другим. Следующее средство. Это тоже мой постоянный фаворит. Это гидрофильное масло от бренда Bloom. Бренд Bloom это производство от сети магазинов Milla. У них есть свой уходовый бренд. И гидрофильное масло замечательно справляется со своей задачей. В два этапа смывает абсолютно любой макияж. Не раздражает кожу, не вызывает каких-то воспалений. Не щипит глаза. Объем здесь небольшой. 110 мл. Но очень часто гидрофильные масла идут именно в таком объеме. Поэтому, учитывая, сколько это гидрофильное масло стоит. А стоит оно до 10 рублей. Часто на скидках. Здесь удобный дозатор. Поэтому, я считаю, это масло достойно вашего внимания. Поэтому я его тоже постоянно всем советую. Кто не знает, чем хорошо, быстро, легко смыть макияж. И это масло можно купить абсолютно в любом ближайшем магазине Milla. Что очень удобно. Закончился у меня вот такой спрей для лица увлажняющий. Это какой-то российский бренд Eden Cosmetics. Покупала на Валберис. Выбирала по рейтингу, чтобы были хорошие отзывы. Также, чтобы стоило бюджетно. И чтобы был не супермаленький объем. Здесь объем 200 мл. Понравился мне этот спрей. Не знаю, насколько я прям сразу же к нему буду возвращаться. Но обязательно буду иметь его в виду. Просто хочется попробовать что-то новенькое. Этот спрей заявлен как с витаминами, с микроэлементами. Также он без спирта в составе. В общем-то, хороший увлажняющий спрей. Снимает чувство стянутости. Можно в течение дня сколько угодно его наносить на лицо. Хороший распылитель. Такой достаточно активный, но не бьет одной струей в лицо. Приятно свежо пахнет. Насколько я помню, стоит бюджетно. Мне кажется, в районе 10-15 рублей. Поэтому могу советовать. Я, как вы могли заметить, иду сегодня не по порядку, не по категориям. Вот просто, что первое вижу в коробке, то и беру. Решила уже не тратить время на распределение всех этих банок по категориям. Следующее, что я закончила. Это дезодорант для тела. Парфюмированный от Faberlic Mour Mour. Мне очень понравился этот дезодорант. Я с удовольствием его повторю, потому что он бюджетный. И очень даже неплохо работает, чтобы освежиться в течение дня, чтобы приятно пахнуть. Здесь объем 75 миллилитров. Код для заказа 3522. Мне очень нравятся в последнее время именно такие ароматы. Пудровые, сладковатые. Я как-то немножечко отошла от фруктовых и цветочных. А вот что-то такое именно пудровое мне прям очень нравится. Пользовалась с удовольствием. Абсолютно не надоедал этот аромат. С удовольствием повторю. Если буду делать в ближайшем будущем заказ. Закончились у меня ватные диски. Это такие прямоугольные диски с розоватым оттенком. Смотрится очень прикольно. Необычно. От российского бренда Holly Polly. Здесь 80 штук. Заказывала на Valberis. И еще буду заказывать. Это, по-моему, моя не первая упаковка. Мне очень нравится в работе с клиентами использовать какие-то такие девчачьи прикольные штучки. Розовые ватные палочки. Розовые ватные диски. Мне кажется, они создают тоже свою такую атмосферу определенную. Поэтому с удовольствием повторю. Закончился скраб сахарный от Faberlic. Для тела. У меня это аромат лаймовый сорбет. Серия Beauty Cafe. Я уже не в первый раз беру эти скрабы. Периодически к ним возвращаюсь. Может быть, это не самые лучшие скрабы из всего, что я пробовала. Не самые жесткие. Ими прям хорошенько не отмассажируешь свои проблемные зоны. Но для более чувствительных зон это хорошие средства. То есть, они такие средние по жесткости. Объем здесь 120 мл. Вот этот лаймовый сорбет это код 2506. Периодически возвращаюсь. Не так, чтобы прям постоянно. Но я, в принципе, в Faberlic не так часто делаю заказы. Поэтому иногда хочется. Вот, кстати, еще одно средство от Faberlic. Серия Beauty Cafe. Но это уже средство для увлажнения тела. Суфле. И здесь уже аромат у меня малиновый мельфи. Я его, на самом деле, по ошибке заказала. Я думала, что это скраб. Но потом оказалось, что я заказала суфле. Здесь объем 150 мл. Я, честно говоря, не каждый раз прям вот мажусь после душа. Но стараюсь почаще увлажнять тело. То есть, ухаживать не только за кожей лица, но и за телом. Пользовалась с удовольствием. Мне понравилось это средство. Оно не супер какое-то питательное, смягчающее. Увлажняющее. Оно скорее такое более легкое, увлажняющее. На теплый период, когда жарко, не хочется на себе чувствовать лишних вот этих каких-то слоев. То есть, на холодное время года, мне кажется, такого ухода будет недостаточно. Все-таки на холодное время года, когда отопление, хочется чего-то более жирненького, питательного. Но на летний сезон, когда хочется легкости, очень даже классное средство. Не оставляет никакой липкости. Быстро впитывается. Пахнет очень приятно. Пахнет сладенько, но, знаете, вот ненавязчиво. Достаточно так нежно. Мне понравилось. Наверное, я бы даже с удовольствием вернулась к этому средству, к следующему летнему сезону. Код для заказа 1919. Пенка для умывания корейская от Farmstay. Она еще шла в картонной коробочке, но я коробочку почему-то не могу найти. Возможно, я ее уже выбросила. Покупала в сети магазинов Мила, но можно купить вообще где угодно. Там в России, в подружке, в магните и так далее. На Валберис. Взяла версию с коллагеном. Она якобы должна быть увлажняющая для всех типов кожи. У них там есть разные варианты. Объем 180 мл. Очень долго я этой пенкой пользовалась. Она прям очень экономичная. Хорошо пенится. И вычищает кожу до скрипа. То есть в моем случае, когда у меня кожа больше, больше период года, она нормальная. Но, соответственно, когда жарко на улице летом, кожа сильнее жирнится, а зимой она больше сохнет. То я бы эту пенку все-таки рекомендовала для более жаркого периода, либо для более жирной кожи. То есть я бы ее, если бы повторяла, то ближе к летнему сезону. Мне кажется, она как-то жестковато очищает кожу. Вот реально прям до скрипа. В лучших традициях корейских пенок. Пахнет нейтрально, просто свежо. В целом неплохо. Но вот сейчас на летний сезон я взяла другую. Тоже корейская. Но она уже помягче. Вот. Так что, если у вас жирная кожа, либо вы просто любите вот что-то такое глубоко очищающее, то в целом могу советовать приятная пенка. Пользовалась все лето. Еще одно корейское средство, но я его уже заказывала на Валберис. Это бренд Пеках. И это сыворотка ампульная с экстрактом шиповника. Она идет как питательная. Производство Корея. Объем 50 мл. Внутри она не в стеклянной баночке, а в пластиковой. Но очень симпатично смотрится. И, кстати, очень удобно брать с собой. Я ее использовала в основном в работе, но и на себе, конечно, тоже протестировала. За счет того, что это пластик, она не весит сильно много. Стандартная такая удобная пипетка. Нейтрально пахнет. Немножечко цветочным чем-то. И я согласна абсолютно, что это больше питательная сыворотка, нежели какая-то легкая. У нее полугелевая текстура. И одной капельки достаточно, чтобы распределить по всему лицу, по шее. То есть она очень легко распределяется на большой участок. И она действительно очень хорошо напитывает кожу. Очень хорошо смягчает. И перед макияжем я ее использовала. Очень классно подготавливает. И также использовала в вечернее время. Я ее покупала по супер там скидкам. Какая-то распродажа была у их бренда на Валберес. В районе 6 рублей она тогда стоила. Сейчас, по-моему, по обычной стоимости она стоит что-то около 15 рублей. И, кстати, я бы к ней с удовольствием вернулась. Объем 50 миллилитров. Она надолго хватает. И она не просто какая-то, знаете, бесполезная водичка, как это часто бывает в сыворотках. Что-то нанес, что-то не нанес. Особо ничего не меняется. А от этой сыворотки я действительно видела хороший уход, хорошее смягчение кожи. Поэтому к ней я бы с удовольствием вернулась. И в работе также с удовольствием я бы ее использовала на своих клиентах. Потому что она очень универсальна. Подойдет для любого типа кожи. Жирную не перегружает. А какую-то обезвоженную сухую за короткий срок сразу же как-то приводит в порядок. Так что могу советовать. Закончился крем для лица, увлажняющий с церамидами. Бренд Сьюти. И это, к моему удивлению, оказался белорусский бренд. Я никогда о нем не слышала. Я заказывала этот крем на Валберес. И я была уверена, что это российский бренд. Но нет. Объем 50 мл. Такая вот маленький тюбичек. Очень, кстати, удобный. Я думала использовать его в работе для быстрого смягчения, увлажнения, питания кожи. Но он мне не зашел перед макияжем. Он как-то, знаете, начинает полосить. Он как-то достаточно долго впитывается. Причем на абсолютно любой коже. Даже на сухой какой-то обезвоженной. Он продолжает лежать пленочкой. Как-то ездить по коже. Короче, перед макияжем он мне не зашел. На вечер, в принципе, неплохо. Но, наверное, я бы к нему не возвращалась. Возможно, я попробую из этой серии какой-то другой вариант. Этот у меня идет с церамидами для сухой, очень сухой кожи лица и тела. То есть, возможно, я дам шанс этому бренду и попробую другой вариант. Но этот мне как-то не особо понравился. Аромат нейтральный. Вообще, он мне первое время напоминал крем от Аравия. Тоже у них там супер увлажняющий. Но Аравия гораздо быстрее впитывается. И он не утяжеляет кожу, не лежит пленочкой. Этот же, ну не знаю, продолжает елозить по коже. Как-то до конца не усаживается. Поэтому к этому я бы не возвращалась. Восстанавливающий тоник сыворотка от Фаберлик серия Биомика. С пребиотиком. Тут каким-то PH5. Покупала для увлажнения кожи в течение дня. Здесь уже небольшой объем. Всего лишь 95 мл. Удобно взять с собой, бросить в сумочку в течение дня. Как только почувствовали стянутость, хочется как-то освежиться, то очень удобно. Удобный распылитель. Равномерно наносит средство. Для заказа код 1243. Мне он понравился. То есть ничего особенного, но он действительно увлажняет, освежает. Не создает какой-то неприятной пленки. Не бьет одной струей в лицо. В общем, все хорошо с этим спреем. Я не особо требовательна к таким спреям, которые... Не полноценный тоник в уходе между умыванием и сывороткой. А как водичка, освежающая в течение дня. В этом плане абсолютно справлялось это средство. Стоит дешево. Поэтому буду иметь в виду, периодически буду заказывать. Маска Уптан для лица. От российского бренда Parley Cosmetics. Есть два варианта этого Уптана. У меня были оба. Вот этот вариант у меня. Омоложение, очищение. Не знаю, что он может омолодить. Скорее, это просто очищение. Что такое Уптан? Это такой порошочек бежевого цвета. Он натуральный. По составу здесь мука овсяная, мука рисовая. Белая глина, кукурузный крахмал, розовая глина. Крахмал тапиоки, экстракт календулы, экстракт шиповника. В общем-то, смесь муки, глины и каких-то экстрактов. Объем 70 миллилитров. Этот порошочек вы разбавляете с водой в разных пропорциях. И можно просто умываться. Можно использовать как маску. И это средство очень хорошо подсушивает, матирует. Убирает, в общем-то, все загрязнения с вашего лица. И мне очень нравится это средство использовать летом. Когда максимально жарко, душно. Хочется еще тщательнее очищать свою кожу. Могут появляться чаще какие-то высыпания. И, соответственно, хочется немножечко эти высыпания подсушить. Вполне себе неплохое средство. Как вариант поиграться. Очень даже мне зашло. То есть ничего плохого с моей кожей это средство не делало. Внутри вот такая баночка. Мне хватает обычно на 3 месяца лета. Зимой слишком это средство подсушивает кожу. На лето идеально. Последнее, о чем я сегодня расскажу. Это про уход новый от бренда Мастиш. Они мне прислали всю свою линейку новых матирующих средств. Линейка называется Matline. Матирующий уход. Я когда-то несколько лет назад в Инстаграм выиграла у них в конкурсе всю линейку. Но потом случился коронавирус. Всякие такие штуки. И у них выход этой линейки перенесся. Я уже вообще забыла, что я когда-то что-то у них выигрывала. И тут они мне летом, по-моему, написали, что вот, наконец-то, средства вот-вот появятся на прилавках магазинов. Они мне могут прислать. Я, конечно, обрадовалась. Но, честно говоря, мне не особо зашла эта серия. Большинство средств я в итоге раздала. То есть мало что подошло лично мне. Конечно, у меня не жирная кожа. Но даже для жирной, честно говоря... Ну, есть у меня вопросы к этой серии. Мне кажется, даже для жирной кожи не особо это работающее. Я буду отдавать маску для лица. Очищает, матирует. Вот такая розовенькая. Объем 100 мл. У нее в составе на втором месте каолин. Также экстракт шалфея, гиалуроновая кислота. В общем, не заметила я от нее какого-то толку. Не особо она подсушивает. Она какая-то достаточно кремовая. То есть она не подсыхает на коже. Лежит вот этим вот слоем жирненьким. И когда вы смываете, вот что вы ее использовали, что не использовать, ничего не изменилось. То есть, как по мне, если уж использовать глиняную маску, то чтобы она все-таки мотировала, подсушивала. Но это она как будто бы и не очищает, и не увлажняет, и не питает, и непонятно, что она делает. Короче, какая-то бесполезная. Плюс я заметила, что именно после использования этой маски, а я ее использую раз в неделю, у меня как будто бы именно после нее появляются периодически то там, то здесь высыпания. Поэтому я решила убрать ее вообще. Попробую предложить кому-то девчонкам с жирной кожей. Может быть, им понравится. Посмотрим. Пускай попробуют. Мне не зашла. Также одно из средств, которое я решила отдать. Я, кстати, отдала уже и тоник. Тоник матирующий. Тоник, в принципе, неплох. Был бы мне на летний сезон, но лето закончилось. Я пока там добивала прошлые тоники, мне уже тоник из этой серии стал неактуален. Я решила его открытым не держать до следующего лета, решила от него избавиться. Но тоник, наверное, одно из немногих средств из этой линейки, который мне понравился. Он действительно и увлажняет, и при этом он матирует. То есть про него ничего плохого я сказать не могу. Буду избавляться еще от гель-патча для кожи вокруг глаз. 15 мл. Он идет в тюбике, таком тоненьком, достаточно стандартном. И я вообще не поняла, в чем прикол. Он какой-то неоднородный. То есть у него консистенция гелевая такая полупрозрачная. И периодически, когда его выдавливается, там какие-то такие темные штучки. То есть эти темные штучки, они неравномерно распределяются. И я вообще не вижу смысла в них. То есть если они как ампулки работают, и они должны лопаться при распределении, то почему их так мало в упаковке? И то есть когда-то при выдавливании они есть, когда-то их нет. И получается, что под одним глазом они могут... Короче, не поняла я. Здесь, кстати, содержится комплекс на основе экстракта бурых морских водорослей, также вулканический пепел. Может быть, это тот самый вулканический пепел попадается, я не знаю. Но помимо вот этих темных штучек, которые меня напрягают, я заметила, что этот гель достаточно сильно подсушивает кожу под глазами. При том, что я использовала его летом. И даже летом, когда у меня кожа достаточно жирная, он мне как-то дико подсушивал. Я прям чувствовала вот эту стянутость под глазами. Поэтому его я тоже кому-нибудь предложу. Может быть, кому-нибудь он зайдет. Не захотят вообще выбросить спокойно. Мне вот как-то вообще не произвело впечатление. И, в принципе, все, что касается ухода, на этом все. Поэтому на сегодня буду заканчивать обязательно. Сейчас еще сниму быстренько вторую часть декоративной косметикой. Если вам понравилось видео, оказалось для вас полезным и интересным, обязательно поддержите его пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. И также подписывайтесь на канал. Буду стараться не пропадать. Буду стараться в ближайшем будущем поснимать какие-то макияжные, какие-то обзорные видео. Большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.